5 масок которые носит человечество как вообще получается что мы одеваем маску маска это такая защита от боли или можно еще назвать это щит когда мы понимаем что нас не любят и мы можем от этого умереть ну то есть нас не любят значит нас бросят значит мы останемся одни и значит мы умрем любовь у нас связана с выживанием и поэтому когда мы чувствуем что есть недостаток какой-то в любви у нас например вы подошли к родителям что-то там попросили у них а они сказали там отвали не мешай или они вам сказали не будь ребенком или не дружи вот с этим мальчиком там любое ограничение вашей личности когда вам дали почувствовать что вы не ценны такой какой вы есть что вы должны еще кем-то быть казаться что-то делать для того чтобы вас любили чтобы не умереть в ответ на любое такое воздействие мы формируем такую маску щит и практически все человечество носит 5 масок сейчас я вам расскажу о них первая маска называется сильный значит маску сильного надевают люди которым в детстве игре давай чё-то не можешь слабак смотри вон вася может но что-то но ну что такой дохленький давай эгэгэй спортивные достижения и ребенок понимает что единственный шанс выжить для него это стать сильным туда же наверное относятся стать лучшим стать самым крутым самым успешным первым и тогда его будут любить одновременно с вот этим желанием болезненным быть самым-самым сильным самым-самым лучшим у человека есть потребность сломаться потому что всегда вот этот щит этот маска этот невроз он имеет обратную сторону медали поэтому когда я пытаюсь быть сильным одновременно с этим я все время как бы нахожусь перед возможностью перед опасностью сломаться и все время вот это состояние попытка быть сильным она как бы сопряжена с постоянной опасностью сломаться следующая маска называется старайся значит старательная старательную маску маску старательного человека одевают люди качи родители всеми ну что ты нахуй плохо давай лучшая давай пятерки какого фига ты там не знаю не помытая на фу над тобой смеяться будут ля-ля-ля и вот ребенок понимает что единственный способ выжить получить любовь это стараться и он начинает стараться такие знаете старательные люди отличники хорошисты они всеми стараются маски конечно не все взаимосвязаны между собой но вот такая основная тенденция это такая старательность старательность может быть какой-то перфекционизм желание все время эти люди находятся в таком напряжении и все время стараются 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 невроз этой маски заключается в том что старательный человек никогда не может добиться эти люди всегда говорят ну почему я так много делаю ничего не получается это как раз две стороны невроза то есть именно потому что я так много делаю ничего и не получается всегда в неврозе есть вот эта сцепка фатальная он как бы сам то что мы делаем она как бы само себя отменяет будда вот про это сказал что мне жалко людей потому что цели которые они пытаются достичь и действия которые они ради этого совершают они прямо противоположны друг другу это вот как раз об этой же невротической связке следующая связка радуй других ну давай за бабушку за маму за папу ой какой молодец ой как папе будет приятно ой как маме будет приятно ой как хорошо а вот а почему ты ну-ка поздоровайся с тетей ну-ка улыбнись пожми дяди руку прочитай стишок давай радуй других радуй других человек понимает что выжить он может только в том случае если он будет хорош для других эти люди очень всегда волнуются как на меня посмотрят чтобы мне подумают другие о я не могу это сделать потому что будут думать что я вот это я не могу быть богатым потому что будут завидовать о я не могу быть бедным потому что будут говорить фон там понимаете то есть этот чек все время живет с оглядкой на других людей фатальная сцепка невроза называется забудь себя эти люди часто жалуются что вот там я ради сына или вот я ради дочери всю душу им отдал или всю душу отдала причем заметьте что когда мы отдаем душу это означает то есть душа это что такое это некое наше намерение наша миссия когда мы берем душу и ее кому-то отдаем вот фильмах даже бывает что там отдал душу дьяволу это почти это когда мы вкладываем в другого душу мы как бы заставляем его жить чужим намерением нашим не своим и в нас кто-то вкладывает душу впихивает мы сказать на этих начинаем жить чужую жизнь и люди которые вкладывают душу потому что можно вкладывать души можно вкладывать любовь когда мы вкладываем любовь, мы помогаем человеку понять его путь. Когда мы вкладываем душу, мы сбиваем его с его пути и заставляем его как бы идти нашим. Да, значит, невроз забывания себя у людей, которые пытаются радовать других. Следующая маска называется спешить. Давай быстрее! Не успеем! Давай! Всё надо делать быстро! Последнее! Больше двух в одни руки не давать! Быстро-быстро-быстро-быстро! Давай-давай-давай-давай! Больше-больше-больше успеть! Кружок-куржок по фото мне ещё и пить! То есть люди, которые на себя наваливают, обычно у этих людей всё время нет времени, у меня нет времени, я очень занят, я ничего не успеваю. Фатальная сцепка этой маски спешить, но всегда не успевать. Всегда жить в ощущении такого недостачи какой-то. Следующая маска называется совершенный. Вот туда относятся все просветлённые, гуру. Я такой весь просветлённый, я в любви, или я в пустоте, или у меня нет эго. То есть человек в детстве сформировал сформировал такой щит, такую маску, что он должен быть совершенным, иначе он погибнет. И вот эта попытка быть совершенным, это всё время не в рост, чтобы ты понимаешь, что ты не дотягиваешь до совершенства на самом деле. и всё время как бы пытаешься приблизиться к какому-то идеалу, которого нет. И вот это вот состояние неудовлетворённости у дел совершенных людей. Теперь я должен был бы по законам жанра вас к чему-то призвать, но я этого делать не буду. Вот.